Давайте я тогда напомню кратко, что было на предыдущей лекции. Значит, мы с вами ввели вероятность нахождения макроскопической системы в каком-то механическом или квантомеханическом состоянии. Показали, что ввели понятие энтропии, операторы энтропии, и вычли, что энтропия системы равняется минус сумма по всем состояниям W и логарифм W и ввели понятие микроканонического ансамбля, или микроканонического распределения, когда все доступные состояния, например, состояния с данной энергией равновероятны. А это при условии, что сохраняется энергия системы, например. А если сохраняется средняя энергия системы, которая определяется вот таким образом, сумма по I, WI, EI, где I – энергия в каком-то чистом состоянии, то имеет место так называемое каноническое распределение, или каноническое распределение гипса, или распределение в рамках канонического ансамбля. WI равняется E в степени F минус EI, деленное на T. Дальше мы показали, что T может быть ассоциировано с терминическим понятием температуры, а F равняется, вот тот множитель, который есть здесь, это есть минус T логарифм Z, где Z – статистическая сумма вот таких экспонентов по всем состояниям. Иногда вот это распределение, вот это есть просто эквивалентная запись, это пишет вот так, E в степени минус EI, деленное на T, деленное на Z. Вот если вы Z подставите вместо F, вот через эту формулу, вы получите как раз это произвести отношение. Вот это краткое содержание предыдущей серии. А еще одно было. Значит, мы вычлили вот такую величину, Cv, которая есть D, E, P, D, T. А от температуры зависит там, вот в определении энергии, температурное зависит содержится в букве WI. И от температуры зависит здесь, смотрите, что вот это экспонент от температуры зависит, и статистическая сумма зависит от температуры. А поэтому там возникает два члена. И вот если вы их сосчитаете, первое я сосчитал, второе вы должны были сосчитать сами. У вас получается вот такая величина. Это есть E квадрат, среднее. Ну, то есть у меня вот среднее, это означает взятие какой-то величины вот с такой вероятностью и суммирование по всем состояниям. А иногда я буду писать вот так, это то же самое, что среднее. Это как левая нога закончится. А минус E среднее в квадрате. А E деленное на T квадрат. Вот мы показали, что есть вот такая величина. А теперь нужно еще, конечно, честно говоря, показать, что эта величина положительная. А я вчера, по-моему, я придумал, как это сделать наиболее простым способом. Если я сейчас набрал, то вы меня поправите. Есть вот такая, вы знаете, есть такое неравенство Каши Баняковского. Вот давайте мы его выйдем. Итак, понятно, что если у вас в любом пространстве имеется вектор А, это не среднее, давайте вот так, и вектор Б, то понятно, что их скалярное произведение всегда меньше или равно произведению модулей. Правильно? Косинус есть. Причем это не только в трехмерном пространстве, это и в любом инмерном пространстве годится. Давайте вот перепишем эту штуку вот в таком виде. Я вас веду вот это в квадрат, здесь А квадрат, здесь В квадрат. И введу вот такие величины. Компонента вектора АИ равняется А ВИ в степени 1,2 АВИ равняется ВИ в степени 1,2 Е И Вот. Я вот так определяю. И теперь я вот в этом неравенстве сделаю вот такую подстановку. Понятно, что я делаю, да? Смотрите, что я здесь получаю? Скалярное произведение. Это что тогда будет тогда? ВИ на Е И Правильно? В квадрате. Здесь я получаю меньше В равно А квадрат. А квадрат, это есть сумма по И, ВИ в квадрате. Одна вторая. Сколько это получается? Тогда? Хидро, да? Я вчера 20 минут потратил, потому что я не знал, как доказать. Тогда здесь получается вот эта штучка есть единица. А здесь тогда что получается? ВИ Е И квадрат. Правильно? Вот. Тогда здесь что вы смотрите? Это есть Е среднее в квадрате, Меньше либо равно Е квадрат среднее. По-моему, красиво, да? Вот что и требовалось доказать. То есть, вот эта величина действительно положительная. Ну, вот я по-моему, когда я учился на первом курсе, нам как-то доказывали длинно и сложно. Ну, так. Ладно. Это факт моей биографии. А теперь давайте вспомним, у нас еще было вот такое соотношение. Значит, мы написали А ДЕ равняется сумма по К Д Дубль ВК ЕК от лямбда. Лямбда – это любой внешний параметр, в частности, объем. А и плюс Дубль ВК Д ЕК по Д лямбда Д лямбда. Вот это есть по определению, вот такое соотношение, а у нас было выписано в прошлый раз. И мы с вами показали, что если у вас внешний параметр фиксирован, например, объем фиксирован, то, используя вот это соотношение и выражение для энтропии, мы показали, что Т имеет смысл температуры. Теперь давайте посмотрим, как вычисляется давление. Вот смотрите. А Вот давайте я запишу вот такую величину. Е А ДЕ равняется Д по Д лямбда А при Д по Д лямбда от сумма по К Дубль ВК Дубль ВК ЕК Это как вот полное ДЕ я написал, правильно? То есть фактически это я еще включил вот эту штуку сюда. Вот если я распишу, я как раз получу. То есть это пока написано правильно. А Теперь вот смотрите. А Да-да-да-да Д лямбда Да-да-да, правильно. Теперь давайте посмотрим. Я хочу теперь написать вот вот это вот это выражение при постоянной энтропии. Как будто что такое постоянная энтропия? Вот давайте напишем вот у меня была вот такая величина. То есть фактически это есть сумма вот запишем такую величину. Сумма по К а здесь будет Д Дубль В от К по Д лямбда Д лямбда ЕК А А теперь вспомним вот это выражение у нас называлось энтропией. Помните, мы показали? На прошлом семинаре мы показали, что вот сейчас давайте я покажу по-другому давайте вот это есть не что иное как Д Дубль В К Д Дубль В К на Е К и на прошлой лекции мы показали, что это есть при постоянном лямбда это есть Т Д С Помните? Мы записали вот эту величину потом вычислили величину Т Д С и показали, что они равны. Поэтому если я хочу теперь найти Д Е при постоянном С это означает, что я фактически вот то, что вот эта величина есть нуль а раз это есть нуль то я могу просто взять и добавить вот сюда вот такую же производную да где плюс все понятно, что я сделал да можно идти дальше да вот таким образом а если я хочу найти теперь вот 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 эта величина которая записала я бы такое могу делать при постоянном С то есть если Д С равняется нулю то я могу Д Е вот такое записать вот в таком виде при постоянном С а это тогда что такое это есть минус это есть Е Д Е неправильно Д Е по Д Лямбда при постоянном С А на Д Лямбда теперь если Лямбда объем то Д Е по Д Лямбда при постоянном С как называется давление минус То есть вот рецепт причисления давления через статистическую сумму теперь вспомним в начале мы работали с так называемым микроканоническим распределением когда у вас сохраняется только нормировка и максимальная энтропия потом мы сказали что мы рассматриваем более широкий ансамбль а когда у вас сохраняется не только среднее число частиц сохраняется не энергия сохраняется энергия в среднем но строго сохраняется число частиц теперь рассмотрим так называемый большой канонический ансамбль когда у вас среднем сохраняется энергия и сохраняется только среднее число части что-то означает например вот у вас имеется вот ваш термостат условно термостат это это такая система в которой чем бы она не взаимодействовала настолько большой что у него он навязывает все свои интенсивные параметры малой подсистеме которые находятся не в контакте частности он навязывает ей химпотенциал и именно из-за этого у вас получается что сохраняется число среднем число частиц это покажу вот у вас есть ваша система которая здесь находится маленькая и вот она а и она в равновесии обменивается энергией и числом частиц термостатов и вот сейчас посмотрим и вот это распределение которым сейчас получил но наиболее общие наиболее употребительной атеистической физики чем тогда характеризуется состояние первое состояние системы такой макроскопическое первое но характеризуется числом частиц а второе при данном числе частиц она характеризуется конкретным механическим состоянием например и которая может обладать определенной энергией таким образом пусть у вас система может содержать как совет какое-то число частиц n и и содержа так можно сказать а н и частиц она при этом находится в катном состоянии то есть вот к н и тогда вероятность нахождение вот в таком состоянии есть к н и теперь она может находиться в одном из этих состояний что мы должны сделать это полное все состоящее чтобы перерывать все состояния нужно просуммировать по всем возможным числом частиц до бесконечности а и сумма по всем к н и правильно система находится обязательно содержит от 1 пожалуйста можно даже макроскопическое в этом не хорошо говорит оформлять от 1 до бесконечности а и при этом находится в одном из состояний имея заданное число частиц то есть эта сумма это вероятность того что система вообще существует это есть единица и так если такая величина теперь давайте найдем распределение в этом случае тогда смотри что мы имеем а раньше у нас сохранялась энергия а теперь еще сохраняется среднее число частиц а среднее число частиц это пусть будет н она равняется сумме по н и дальше будет а а сумма по к м и тут лучше петра к и н и индекс а и дальше будет н и вот с такой вероятностью к н и вот это есть по определение среднее число частиц я вот здесь не пишу вот такого и такого чтобы не путаться в данном случае когда без индекса это я средний случай только в термодинамика помните мы и описали вот это и средняя энергия и так далее то есть итак у нас сохраняется вот такая величина тогда как выглядит вот условие экстремума с привлечением лагранжевого множителя дать напомню с вот так же то есть меня одно состояние отличается от другого чем теперь макроскопическая набором w правильно вот какие то есть что такое что такое макроскопическое состояние она характеризуется а с какой вероятностью система находится в каждом из таких состояний и в зависимости от того как она находится должна равновесие реализуется максимальная энтропия а энтропия в этом случае тогда что у нас будет с равняется минус сумма по а а н и давайте сумма по к н и минус w логарифм w ну w естественно вставят вот эти индексы я не буду их расписывать итак тогда нам нужно найти а максимальное значение вот этой величины экстремум это есть вы должны в к н и а тогда пишем вот эту величину вот здесь с вот я ее выписал дальше норкин лагранжа мы должны написать минус бета а давайте вот вот эта сумма она означает вот такой же я не не писал сумма по а дубль в к н и и и и сохраняется вот эта величина дальше сохраняется вот эта величина а этот множитель я возьму и напишу в виде бета мю где бета это есть вот такое же а мю это нечто новое это совершенно общий вид лагранжа множители тогда просто его записывать в таком виде а здесь будет а вот такая вот величина возможно я сюда вот перепишу и минус лямбда условия нормировки сумма w к н и и и вот эта производная равняется 0 и что здесь появилась новая вспомните когда у вас сохранялась энергия у вас было здесь только с и вот этот множитель когда у вас стала сохраняться энергия только в среднем они они полностью у вас появился вот этот множитель а а слагаемое а когда у вас сохраняется не число частиц а число частиц в среднем у вас появляется еще один вот еще одно слагаемое с таким лагранжом множители поэтому дальше вы просто берете и дифференцируете вот это вот эту вещь давайте посмотрим что а поэтому вот у вас было то есть к тому уравнению которая у вас к тому уравнение которое у вас получилось раньше у вас добавится еще вот такой вот это вот такой еще одно слагаемое давайте попробуем какой она будет тогда логарифм значит первое минус логарифм wm к минус бета неправильно как обозначение не такие к н и то вот тогда к н и то минус бета е к н и а а дальше было минус единица минус лям да вот это было то что было раньше и теперь добавляется еще один член а плюс бета мю бета мю n и то вот посмотрите на самом деле как устроена вот эта формула видите фактически н и то от каин и того не зависит я могу взять и вот это перенести сюда иногда такая запись удобно видите да что теле да поэтому здесь вот получается именно вот такая величина вот это равняется нулю ну и поскольку здесь стоит логарифм понятно что я буду получать экспоненциальное распределение и и выглядело в таком виде а добыль в к а н как к н и то равняется а е в степени мю н и то а минус е к н и то теперь а я вместо бета напишу т ну просто бета равняется единица на т тогда у меня будет вот такое решение и деленное на а а а а вот так вот пишут это вот это есть нормировочный множитель который назову вот и который имеет такой вид сумма по всем по всем н и к н и от вот таких экспонент мю н и минус е к н и деленное на т а вводится такая величина омега которая есть минус т а логарифм это вот такая ну я мог здесь написать z ну чтобы не путаться и вот вот потом мы покажем что это величина омега это есть то что у нас называлось большим телеонимическим потенциалом и и поэтому вот это распределение удобно переписать вот в таком виде а точно так же как там вылезала f это есть е в степени омега плюс мил н к н и т а минус е к н и т деленное на т вот мы с вами получили вот такое распределение что нам еще осталось чего а а логарифм где это не хватает минус т логарифм это да громче в каком месте покажите вот это ну 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 так так правильно да я по-моему написал к начале они-то в том что-то перед переправил ну так да о это про ну ребята омега на т со знаком минус переходит числитель то же самое как мы делали со свободной энергией то что мы как делали с f ну если мы такие вещи давайте отдельно в перерыве тогда значит итак что мы сейчас должны сделать но сейчас я хочу показать а что вот что мил и т вот здесь имеет смысл имеет термический смысл химического потенциала и температуры значит делать я это буду аналогично а тому как я делал для большого канонического ансамбля для просто для канонического распределения гипса значит смотрите а если мы докажем а что смотрите вот как равновесная энтропия как определяется а с равняется по определению а минус логарифм w среднее то есть среднее это вот по некоторому распределению если мы возьмем вот это среднее вот по такому распределению то мы получим а минус а омега а плюс мил н минус е деленное на т где н и е то есть среднее значение н и е к вины если мы докажем что ты температура амин химический потенциал это понятно что омега которая будет как раз и будет то что в термодинамика как раз и называется большим большим термическим потенциалом вот мой план и так по определению и равняется а давайте так я буду писать сумму а обычно она подразумевает суммирование вот такой и по н и и и пока пока н и если мне понадобится разделите в сумму тогда это я просто разделю вот на 2 сумму понятно да но чтобы не путаться есть вот такая сумма по и к н и и дубль в к н и а а д е равняется д е равняется сумма д дубль в понятно чем не буду писать индексу хорошо а д дубль в е ну ладно к н и к н и а то чтобы не путаться а и плюс сумма дубль в к н и д е к н и теперь дальше смотрите второй член зависит только от внешних параметров как всегда я просто буду считать что я ищу вот эти приращения когда у меня внешний параметр фиксируем объем фиксирован забыл я сейчас практически повторяю частично то что было на прошу лекции а чуть аккуратнее нужно поступать с энтропией т.д. то есть пока я еще не знаю что-то эта температура пока это ты это есть величина и деньги которая есть единица на b который здесь он был лагранжа умножителем я просто формально составляю такое произведение т.д. равняется минус т а минус т.д. то вот так т.д. вот минус сумма понятно какой сумме идет речь а а здесь я пишу w к н и логарифм w к н и на всякий случай вот такое выражение вот она называется вот то что я писал называть информационной энтропией а когда я в него поставь подставляю равновесное распределение это называется уже энтропии гипсов понятно да для справки теперь дальше я вот в это выражение теперь должен подставить вот такое распределение а при этом у меня теперь смотрите что что означает что у меня где теперь буду пользоваться тем что у меня фиксирован объем а объем это есть потенциальный ящик который находится система правильно границы и если это у меня не меняется это означает что у вас зафиксирован спектр е помните если вы решили уравнение шиллингера это означает что вот все что я теперь делаю это означает что у меня е к не меняется вот что и сделано и когда я буду вот здесь брать д вот эти вот буквочки они меняться не будут понятно да как уметь взгляд вопросительный ну хорошо перерыв и так теперь я беру и подставляю сюда вот эти величины равняется а минус ты дальше а два члена значит первый будет а это будет сумма дубль вк д дубль вк откуда он берется я взял продифференцировал вот эту штуку правильно единицы на w вот с этим сократилась и поскольку дифференциалы ничего есть д дубль вк то есть вот это д д дубль вк это не вот не вот отсюда происходит а дифференцирование логарифма понятно да и дальше будет но сразу же понятно что это есть 0 правильно куда я могу вынести такие трюки у нас уже были правильно это есть 0 и второй член когда я дифференцирование вот эту штуку то есть у меня получается минус т а минус т сумма д дубль вк д дубль вк умноженное на логарифм вот этой штуки теперь вместо логарифма ну вот это вот я должен подставить вот такую величину вот она правильно то есть посмотрите дело я должен взять и написать вот это значит смотрите здесь давайте так чтобы я не делать вот итак вот здесь вместо логарифма стоит показатель экспоненты внимательно смотрите теперь первый член омега делить на т это константа правильно я могу и сюда вынести я получаю здесь сумма д дубль вк чем он равняется нулю правильно значит вот это пропало дальше следующий член будет давайте минус ну деленное на т правильно а дальше будет н и это есть дн и д вынес правильно а где я пишу а а и еще секундочку и конечно же никакого медилит на т не будет поскольку она вот с этим т домножится понятно да я поэтому и так и писал значит поэтому здесь что у меня получается минус милу а сумма по давайте теперь аккуратно теперь перепишем что здесь есть уже а н и сумма по к н и дальше будет м и д д дубль вк н и правильно и это будет аналогично т вот вот это т с этим сократится и у меня получится давайте продиктуйте мне чтобы вы поняли плюс сумма d w понятно каком идет речь d w на е к н и ну и здесь кое не давайте напишем итак вот у нас выражение для д е а вот у нас выражение для кдс видите я вот эту величину это я знаю что это с это я знаю что энтропия по определению правильно и это я не знаю что по температуре что такое ты что такое мю но то что с энтропия то есть по определению тогда смотрите что я получаю какое соотношение т д с равняется минус мю д м а а это и что такое говорите да я все это получено при каком условии правильно помнили вот тогда что мы отсюда получаем смотрите что что такое тогда т т равняется д е д с д с при постоянном в и при постоянном м то есть и то есть а динамическая энергию по определению поскольку вот так как она определяется энергия ну и вот с такой вероятностью с это энтропия поэтому да и это есть то что в термодинамике есть энергия это есть то что фермерики температура ДЕ по ДС при постоянном ВЕН называются температурой. Ну, точнее, единица на Т равняется ДС по ДЕ, что одно и то же. Это понятно почему? Давайте я напомню. ДЕ равняется ТДС минус ПДВ плюс мю ДН. Вот отсюда видно, что Т – это и есть вот именно та величина. А теперь давайте напишем, чему равняется мю отсюда. Мю равняется. А мю равняется ТДС… Ой, неправильно. Я могу написать, что мю равняется АДЕ по ДН при постоянном С и при постоянном В. Смотрим. Мю равняется ДЕ по ДН при постоянном В и С. То есть, действительно, те благородный живомножитель, которые мы сюда ввели, то есть Т и мю, действительно имеют физический смысл, химического потенциала и температура. У вас задано число частиц. Правильно? А тогда КИТОЯ – это есть, я так обозначаю, могу написать ИТОЯ. Тогда ИТОЯ и есть ИТОЯ – состояние при этом. Так, теперь смотрите. Секунду. Так, можно? Он вам объяснил или мне, правда, как хотите? Значит так, еще раз смотрите. Почему такое сложное обозначение, я поясню. Вот если вам задано число частиц, вы просто можете состояние вот так вот вырезать И. Какое-то первое, второе, третье, десятое. Правильно? Вот. Давайте я теперь сделаю так. Если у вас еще меняется число частиц, у меня появляется два индекса. Первый индекс – это число частиц, правильно? А второй индекс – это состояние, в котором фиксировано это число частиц. Вот оно и есть. Итак, смотрите. Среднее число частиц Н равняется. Сумма по НИ, правильно? Сумма по КНИ, дальше вот так, НИ, ДУБЛЬВЫ, КНИ, правильно? Значит, НИ можно писать здесь, можно писать здесь. Это набор чисел, один, два, три, и так далее. Теперь вместо вот этого ДУБЛЬВЫ вы подставляете вот такое распределение. А я сейчас просто не хочу этим заниматься, останется время, я сделаю к концу лекции, либо на семинаре сделаю. И вот можно показать, что вот это, ну, понятно, что, вот можно показать, вот если вы вот здесь развернете, вот так, как мы уже делали похожие вещи, Вы, вот так же, как вы считали, вот, например, вот эти величины, что ЦВ равняется, там, Е квадрат, вот, так вот здесь у вас ведется вот такому, равняется минус ДОМЕГА по ДМЮ при постоянном В и Т. То есть это просто, вот, что нужно сделать вместо, я расскажу идею, как, вот смотрите. Вот вы написали ДУБЛЬВКИ вот в таком виде, правильно? Теперь смотрите, вот это НИ я могу убрать, каким образом? А если я продифференцирую вот эту экспоненту по МЮ деленное на Т, то у вас как раз выразит НИ, понятно? То есть я могу тогда вот здесь написать не НИ, а Д по вот этому множителю. Вот как оно выводится. А смотрите, как только я написал Д по этому множителю, я этот множитель могу вынести условно, и у вас тогда там остается то, что называется статсума, только вот такая экспонента. Понятно? То есть у меня получается сумма производных, я могу сказать, производная от суммы. А сумма это есть не что иное, как статсума, которая связана с потенциалом ОМЕГА вот таким образом. Идея вывода ясна? А дальше нужно немножко самим что-то делать. Значит, итак, мы с вами ввели на прошлой лекции понятие. Вот та энтропия, которая определяется логарифмом императора функции распределения, или которая есть логарифм ВИ со знаком минус сумма по И, это называется информационной энтропией. А когда мы найдем равновесное значение ВИ и подставим в него вот эти значения, то мы получим энтропию, которая называется энтропией по гипсу. Понятно, да? Сейчас мы введем понятие энтропии по Больцману. И докажем, что все они эквивалентны. Итак, гамма от Е. Давайте вспоминать. Помните, я с вами опередил? Это число состояния системы. То есть вы решаете уравнение Швейдингера, получаете вот какой-то спектр энергии, макроскопической системы. И вот число состояний с энергией вот до Е, от нуля до Е, называется гамма от Е. Это было на прошлый год, правильно, да? Вот это называется гамма от Е. Вот давайте назовем энтропией по Больцману величину сигма, которая равняется логарифм гамма от Е. Дальше мы с вами написали вот такое, вы помните, ввели понятие плотности состояния. Было? Ж от Е маленькое. Было или не было? Ж от Е. Это есть А, Д, гамма от Е по ДЕ. И теперь, если мы выразим через… Ну, можно написать здесь, конечно, оно зависит от Е. То есть вот это сигма, пока это энтропия по Больцману. А сигма от Е, вы можете написать, что это есть А, Д, сигма по ДЕ А, Е в степени сигмы. Ну, пока я ничего не сделал, просто сделал подстановку. Теперь вспомним. На прошлой лекции я указал, когда у вас есть суммирование по состояниям, можно свести к суммированию или к интегрированию по энергиям. Вот. А вот от какой-то функции это есть интеграл Ж от Е от какого-то выражения на ДЕ. Поэтому, если здесь у вас стоит функция, которая есть WK, то поскольку WK зависит только от энергии, значит, я сейчас для простоты рассматриваю, когда число 4 фиксировано. WK то вот это есть, я должен здесь написать тогда вместо вот этого многоточия W от Е. Это есть вот эта функция, когда я подставляю ДЕ. Таким образом, вот это и есть способ перехода от суммирования по состояниям к интегрированию по энергиям для квазинепрорывного спектра, какими является спектр макроскопического твердого, макроскопического тела. Тогда смотрите, я возьму и подставлю теперь вот сюда. Вот это значение G от Е равняется интеграл W от Е. Дальше будет, вот здесь будет стоять Е в степени сигма, Е в степени сигма, а и Д сигма по ДЕ ДЕ. Ну, интегрирование по всем, в каких пределах, ну? От нуля до бесконечной энергии всегда положительные. Вот к чему мы свели. Теперь смотрите, здесь у вас стоит Е в степени сигма. То есть, во всех наших величинах, вот все, что мы будем рассматривать, а гамма, это есть экспоненциально растущая функция. Или степенная. Одно и то же. Экспоненциально растущая, я не правильно сказал. То есть, у вас будет вот так. Гамма от Е пропорционально Е деленное на Н в степени Н. Вот только такие системы имеют место в термодинамике. И вы каждый раз будете убеждаться, что для каждой конкретной системы это имеет место. То есть, пока я говорю, что я рассматриваю только такие системы. других нет. А потом будем смотреть разные системы, будем убеждаться, что это так и есть. Тогда смотрите, понятно теперь, что энергия всегда пропорциональна числу частиц. Поэтому это и есть как... А, это называется показательная функция, да? Вот, показательная функция. Ну, она же экспонента. Важно, что стоит в основании. Тогда смотрите, что мы здесь имеем. Е в степени Сигма быстро растущая функция, правильно? Здесь стоит, по сути дела, энергия, правильно? Е в степени Е. Что такое W от Е? Падающий экспонент. какой график вот этого произведения? Вот такой. Ну, произведение растущей, график произведения таких функций, вот он, вот он есть. Вот. И вот это медленно меняющаяся функция. Почему? А, поскольку Сигма от Е, это и с логарифм, правильно? А логарифм, производный логарифм, это медленно меняющаяся функция. Итак, тогда понятно, что я вот эту штуку фактически могу взять, потом, и все определяется вблизи области, где вот это произведение имеет максимум. Ну, по теореме о среднем. А пусть максимум имеет место, а в какой-то точке Е со звездой. Чему равняется вот это произведение? Единица. Теперь давайте смотрим на вот эту величину. Вот это произведение, правильно, по сути дела, это и есть как раз то, что называется буквой Ж. Согласны? Ж. Вот. А тогда я могу написать, что здесь? Я могу, вот, все определяется вот в этом месте. То есть, я могу взять и вот так вот аппроксимировать. Круг, если хотите. В первом приближении. тогда я могу написать как? Ж от Е со звездой здесь логику главную не потерять. Ж от Е со звездой на W от Е со звездой а теперь я говорю, ладно, хорошо, я вот это вынес, а теперь мне просто нужно взять и вот можно взять вот эту площадь, по сути дела. Вот. Это и есть вот это дельта Е со звездой. Ну, вы делали в матанализе такие вещи. Нужно здесь разжевывать это место или нет? Ну, хотите, говорите, что я взял аппроксимировал вот такой вот штукой и все. И тогда вот это дельта Е со звездой вот, ну, вот оно определяется вот таким соотношением. Хотите, это можно взять, а понятно, что, давайте можно даже по-другому, понятно, что ответ должен быть в пропорциональном вот такой величине. Правильно? А дельта Е со звездой так, чтобы у вас получился, если хотите, это есть определение дельта Е со звездой. Пусть будет так. Определение. Что такое Е со звездой понятно. Это есть то, где вот это произведение имеет максимум. Эти функции известны, значит, где максимум, понятно. Хотите, это есть определение дельта Е со звездой. Тогда вот это, и это равняется единице в силу условий нормировки. Давайте определим тогда вот такую величину. Дельта гамма от Е со звездой это есть g от Е со звездой на дельта Е со звездой. Тогда вы получаете дельта гамма от Е со звездой равняется, ну, можно вот так написать, W от Е со звездочкой равняется единице, деленное на дельта гамма от Е со звездой. Ну, почему дельта гамма это называется понятно, это есть д гамма по д Е на интервал. Понятно, что это есть хорошее определение. теперь смотрите, гамма от Е со звездой это что такое? гамма от Е со звездой это есть Е в степени сигма от Е со звездой. Правильно? Вот. Тогда я получаю вот отсюда логарифм дельта гамма сколько времени? О, вагон. Логарифм дельта гамма от Е со звездой. равняется вот отсюда это есть сигма от Е со звездой. Правильно? И плюс логарифм А от вот что, я должен здесь поставить G. Правильно? А G это есть производная вот этой штуки и логарифм от произведения у меня возникает. У меня будет сигма и умножен еще на логарифм этой величины. Тогда у меня получается логарифм А D сигма от Е со звездой по Д Е дельта Е со звездой. значит я беру логарифм этой величины вместо Ж подставляю его величину правильно? У меня возникает Е в степени логарифм вот раз два три правильно? А логарифм от Е выкидывает мне вот эту сигму и под логарифм еще остается произведение двух членов. Рожевал так? Теперь смотрим давайте теперь оценим это выражение оценим это выражение Итак мы с вами сказали что у вас спектр квазисплошной правильно? Но на самом деле такого не бывает у вас есть какое-то очень маленькое расстояние между уровнями правильно? Пусть вот это расстояние между уровнями магроскопической системы давайте будем мерить я хочу все свести к безразмерным единицам вот пусть дельта Е это расстояние между уровнями это и есть некая характерная единица измерения правильно? И я все энергии буду мерить в этих единицах тогда смотрите самый маленький параметр у меня тогда какой есть энергетическая задача дельта Е правильно? все остальное меряется в этих единицах правильно? что вот эта ширина во всяком случае больше чем дельта Е маленькая правильно? тогда я могу написать вот так меньше чем дельта Е у нас была со звездочкой да? дельта Е со звездочкой еще раз вот смотрите самый маленький параметр задачи расстояние между уровнем остальное бессмысленно рассматривать правильно? вот это есть по определению правильно? теперь дальше поскольку теперь вот это есть ширина кривой правильно? у нас энергия макроскопич очень большая величина поэтому понятно что во всяком случае имеет место вот такое меньше Е со звездой то есть смотрите что вот это за распределение мы получили по сути дело это есть распределение по энергиям правильно? и что нам нужно когда это все имеет смысл когда у вас вот это есть грубо говоря Е средний ясно звездочкой это будет наше Е среднее понятно? и понятно и ясно что все это должно все это имеет смысл только как вот это есть то что можно назвать флуктуациями когда флуктуации малы вот что здесь написано теперь дальше если я все меряю и теперь вот в этих единицах то я могу написать единица дельта теперь я выбрал вот такую единицу измерения и теперь мне понятно о чем идет речь когда я рассматриваю разные вообще функции бывают только в безразмерных переменах никаких других не бывает значит написали вот такую величину теперь я сказал что у вас имеет место вот такая зависимость только такие системы мы рассматриваем тогда смотрите отсюда что мы получаем что сигма так как мы определили сигма как логарифм гамма е пропорционально числу частиц вот когда логарифм возьмете число частиц пропорционально энергии итак смотрим теперь вот сюда здесь у вас стоит величина которая пропорционально числу частиц правильно теперь что здесь стоит давайте посмотрим д сигма пд это что такое сигма пропорционально н е пропорционально это величина которая порядка единицы правильно дальше еще есть дельта е со звездочкой правильно смотрим тогда берем вот отсюда смотрим это уже безразмерной величины правильно что мы здесь имеем отсюда следует что логарифм дельта е со звездой меньше чем логарифм е со звездой правильно а понятно что дельта е больше единиц поэтому здесь стоят положительные величины то есть все есть теперь смотрим на вот эту величину у меня есть вот это вот это пропорционально е со звездой правильно а максимальное значение вот этой величины максимальное логарифм е со звездой правильно успели да вот это порядка единицы а вот дельта е со звездой меньше чем е поэтому вот это в лучшем случае или в худшем это максимальное значение логарифм е со звездой итак здесь у вас стоит функция x и логарифм x при больших x что вы можете сделать со вторым членом выкинуть итак что мы с вами доказали что логарифм дельта гамма равняется ну в точке е со звездочкой равняется сигма от е со звездой а сигма от е со звездой это не что иное как логарифм гамма итак мы с вами доказали что если мы вот таким образом определяем где у меня это я вытер да то есть сигма а вот сигма равняется вот таким образом определяем энтропию по Больтману то ее можно написать и вот в таком виде через логарифм дельта гамма конечно логарифм дельта гамма определяется через буквочку дельта е со звездочкой которая не очень определена но мы видим как бы мы ее не выбрали берем там сто тысяч десять двадцать тысяч она не может быть экспоненциально большой во всяком случае то есть ответ не чувствителен к этой величине понятно да то есть это маленькое вот к этому это есть малая логарифмическая поправка поэтому можно считать если мы хотим считать энтропию по Больтману то мы должны считать можно так считать а можно логарифм дельта гамма считать несколько разных способов расчет и теперь коль скоро мы назвали эту величину энтропии правильно а у нас еще была энтропия по гипсу равновесно вот это конечно же энтропия по Больтсману она видите что такое гамма от е она вообще не зависит от температуры видите так как она написана это есть чисто как бы она определяется чисто спектром задачи поэтому понятно что вот это есть то есть энтропия по Больтсману как она определена да Больтсману это есть равновесная энтропия и энтропия по гипсу тоже есть равновесная но она равновесная после того как вы вот в ту энтропию информационную подставите дубль в которая есть распределение гипса успели надеюсь и теперь коль скоро мы назвали вот эти величины энтропии нужно показать еще что эти определения совпадают ну пока не очень совпадают правильно там какая-то экспонента здесь какие-то логарифм давайте покажем что это одно и то же и так от чего зависит энтропия по гипсу вот вас зафиксирован объем зафиксировано число частиц от энергии правильно вот средняя энергия с вот дальше при заданном числе частиц и заданном объеме вместо энергии тогда можно взять температуру энергия однозначно определяется температурой объемом и числом частиц правильно тогда можно написать и то есть с от бета бета обратная температура равняется вот это я считаю энтропию под по гипсу старую нашу как она нас определяется пусть давайте теперь вот я возьму состояние пусть это состояние будут альфа какой-то номер состояния альфа я не конкретизирую что такое тогда энтропия какая есть вот информационная энтропия правильно а если я сюда подставлю распределение гипса то я получу равновесное распределение правильно подставляю но прежде чем подставить я делаю следующее у меня имеется вот такая функция правильно это и сумма по состояниям мне нужно от суммы по состояниям перейти к интегрированию по энергиям видите ну я уже аппарат развиваю поэтому теперь я начинаю применять все что я знаю значит до того как вот я всегда подставлю я перейду к интегрированию по энергиям равняется минус интеграл а перейти к доверия панель это всего-навсего означает взять и написать же от еды и же от я помните что такое на тебе площадь минус w от е а логарифм w от е ж от е да и теперь смотрите вот давайте теперь оценим это выражение значит вот это к эта энтропия какая пока вот эта информационная а вот это уже какая уже гипсовская еще иногда говорят информационная или шиноновская ну говорят и говорят но если вы встретите чтобы или вас на экзамене спросят а вот это уже вы подставили сюда вполне определенное выражение для экспонента для вероятности получили вот такое выражение теперь начинаем смотреть на эту штуку как здесь что меняется вот это минусом здесь нет конечно w от е как меняется и падает же от е с кстати растет значит вот вот это произведение вот такое что здесь а это есть медленно меняющаяся функция правильно смотрите поскольку вот как у вас устроена вот это произведение она устроена вот так правильно а вот эта функция логарифм w она медленно меняется то есть она вот как то вот вот здесь есть правильно поэтому понятно что я могу вот это значение вот в этой точке вынести за знак интеграла то есть я получаю минус а логарифм w от е со звездой правильно интеграл w от е g от е d е чему этот интеграл равен интеграл чему равен единицы значит мы с вами доказали что гипсовская энтропия равняется минус логарифм w от е со звездой видите но w от е со звездой есть единица на дельта гамма видите почему я почему я начал с гамма перешел в дельта гамма теперь я вижу связь если доказал что дельта гамма логарифм дельта гамма и логарифм гамма равны логарифмической точностью а и теперь я доказал что вот гипсовская энтропия равняется вот такой величине если я вместо w от е со звездочкой подставлю единицу на дельта гамма что я получу здесь каким знаком логарифм дельта гамма со звездой итак что я доказал что если я определю равновесной энтропии по больцам чисто механической механической понятно что это означает никакой термодинамики нет только через спектр то я могу доказать что гамма логарифм энтропия можно можно говорить как энтропия есть логарифм гамма она же логарифм дельта гамма так и она же она же энтропия по больцам то есть все три определения эквивалентны единственное что физический смысл то есть помните вот мы вели какую-то как можно сказать кошмар нам сне не может присниться вот так определять энтропии как дубль в логарифм дубль в правильно с чего бы это правильно вот мы вот так определили а вот а вот это уже как бы вот ну это чуть более понятное выражение правильно можно показать что она аддитивная и так далее вот такая величина равновесная так оказывается что вот то определение оно как бы далеко идущее И так, что в равновесном состоянии оно согласуется вот с таким определением. Итак, первое, мы доказали, что гипсовская энтропия, подытожим, гипсовская энтропия, она имеет смысл термодинамической энтропии. Помните, мы ввели такое, правильно? И потом показали, что все вот эти определения, я уже начинаю повторяться, одинаковые. Что-то новое узнали? Особенно первое неравенство, да? Так, мне просто понравилось, когда вы, я написал первый член, вы уже увидели, что вот та первая сумма будет равна единице. Это, как бы, означает, что вы отреагировали адекватно. Все. О, прекрасно, 19 минут. Какие вопросы? Значит, и так, вы на этой лекции узнали, что такое большое каноническое распределение. Мы в основном будем ним пользоваться. И вот разные понятия энтропии. Эквивалентные. Все. Я вот отпускаю. Вот то, что мы говорим, что у нас гамма получается равно дельфе гамма. У нас вот в этом пике сосредоточены все частицы. Да, да. Все состоят, все микроскопические состояния, которые вносят вклад в термодинамическое состояние. То есть, дубль В, которые вносят вклад в энтропию или вообще в термодинамическое состояние, они все сосредоточены в этой области. Вот это просто есть наукообразие. Ну и я просто еще сделал оценки, а что это наукообразие обосновано, то, что я могу, то, что у вас основывается в том, что логарифм Х при больших Х много меньше Х. Вот все, чем я использую. Все.